Итак, я продолжаю следить за участком, где вносили безводный мяк, где у нас есть такая вот латка, показательная достаточно. А сегодня 3 июня, я опять на этом участке, я буду периодически сюда заходить, как бы ввести дневник этого участка, так чтобы показать, насколько азот все же важен. И опять же, важно и внутрипочвенное внесение. Конечно, здесь, если бы мы могли сравнить, например, с внесением наземным, было бы намного лучше. Я имею в виду на поверхность почвы, той же аммиачной селитры. Но в любом случае, здесь можно хотя бы сравнить сам эффект. Уже важно. То есть, мы видим по развитию, что на самом деле уже нижние листья в рядках уже сброшены. Яровой пшеницы здесь тоже, они, конечно, сброшены, но они, может быть, даже сброшены, потому что они уже не нужны. Но здесь другое развитие. Здесь другая ширина листовой пластинки, другой цвет, другая высота. Да, высота уже превышает, наверное, если так. Ну, пока еще, наверное, на уровне. Это просто цвет так дает. Конечно же, кущение здесь другое. И вот такой присутствует контраст на сегодняшний день. Кстати, на участке уже тоже, где был внесен аммиак, уже видно, что этого азота не хватает, потому что уже начинают появляться полосы, полосы как, ну, от мотиватора, от глубины того же внесения уже кое-какие пятнышки проявляются. Ну да, вот они, полоски есть даже четкие, видны. Еще не четкие, но... Такие размытые. Это есть на самом деле. Так что, вот так. Так что, вот так, вот так, вот так, вот так. Так.